Мы были прямо на грани. Очень, ребята, я не уверен в успехе нашего мероприятия. Все чики-пуки. Привет, ребята. Сегодня утром мы начинаем наш день в солнцезащитных очках с баночками энергетика. В нашем отеле на первом этаже было казино. И вот весь вечер ставка 5000 леон. Да? Да. Весь вечер, полночи мы играли в рулетку. Да, сидели за одним столом и играли в рулетку. 5000 леон это чуть меньше доллара. 7000 леон это один доллар. Да, 7000 леон один доллар. Даже 7500. Если хороший курс. Короче, я проиграл 50 евро. А я поставил 100 тысяч леон. А забрал 300. А ты что, ты утроился? Ну, 280 я забрал, да. Красавчик. А, нет, слушай, больше. Я же 260 забрал. У тебя же вон еще... Дожничок же у тебя еще сидит. 60 славишь, да, да. Так что, да, 320, да. Значит, я утроился. Прикольно. Вот, значит, единственный минус всего этого, то, что мы пили всю ночь. Жестко. Да, ну, как бы, ничего серьезного, но просто всю ночь, пока играли. И нифига не выспались. Сегодня встали в 6 утра. Блин, это было тяжело. Еще телефон мой вчера Миша утопил в этой экскурсии на водопады. Ай, да... Что случилось? Да я айфон уронил. И Слава свой телефон потерял. И мы со Славой в одном номере жили. И у нас нет ни будильника, ничего нет. И мы вообще чудом встали сегодня. Миша, спасибо Миша. Да. Вот, а так, в принципе, все чики-пуки. Но как чики-пуки? Мы с тяжелым сердцем возвращаемся в Гвинею. В Гвинею-Конакри. А почему с тяжелым? Потому что мы представляем, что вот из этой вот классной страны, которая всем нам понравилась, больше всего, больше всех африканских стран, с ее прекрасными дорогами, с общительными людьми, и мы для того, чтобы попасть на север в Мали, вынуждены возвращаться в Гвинею с ее грунтовыми дорогами беспонтовыми, с ее пробками и с ее полицейскими. Еще она и французскоговорящая. А теперь Игорь улетел, у нас никто не говорит по-французски, будем языком жестов общаться. Ну, с одной стороны, вы сейчас скажете, как так. Ну, я вам скажу. Легко. Да. Иногда незнание языка сильно упрощает жизнь. Потому что, когда тебя начинают разводить... Ну, мы потом уже с Игорем так и делали, которые франкоговорящие у нас. Игорь, кстати, привет тебе тоже. Привет, Игорь. Он просто мне говорил, типа, ну, у Рома они хотят денег. Я говорю, я понял. Тупим, говорю, говорим, что мы ничего не понимаем. И все, и мы как его начинали тупить, и нас отпускали. И ничего не понимать. Не делали нас отпускать, да. А, вчера же нас еще менты остановили. Мы, короче, выезжаем из ресторана. У нас было... И стоит пост. И вот прямо из ресторана выезжаем. На первом же посту нас тормозят и начинают нам предъявлять. Что у нас было? Значит, я вожу машину в шлепках. В шлепках в Сьерра-Леоне водить нельзя. Слушай, а я не могу вспомнить, откуда это? Я помню, что не могу... Игорь рассказал, что в Гане нельзя в шлепках водить. Офигеть. Первое. В Сьерра-Леоне водить в шлепках нельзя. Второе. Я, Игорь и Слава из той машины не пристегнуты. Это второе. У нас нет страховки на машине. Это третье. И все пять человек пьяные. Включая нас. Ну, не то, что прям совсем... Ну, это как бы не нарушение. Ну, просто пьяные. Да, ну, не то, что прям совсем пьяные. Ну, выпившие все. Выпившие, да, неплохо. Нормально выпившие. То есть я чувствую, что у меня язык немножко заплетается. Вот, значит, нам ехать надо было от ресторана до отеля буквально на полтора километра. В общем, нас тормозят. Принимают. И начинают разводить. Причем пост прикольный. Пост прикольный. Сделанный в сорокофутовом контейнере. Да. Сразу же возле поста какие-то проститутки стоят. Проститутки? Давай меня снимать. Ребекка, да, Игорь? Вообще, да, я не понимаю. Да, да, какие-то проститутки сразу подбежали к нам. Что-то там менты сразу там их чек пять нас окружили. Слушай, я же обещал, я приехал вечером. Да, ну и что ты? Не приехал. В общем, короче, закончилось все тем, что менты сказали, парни, вы должны заплатить штраф. Мы говорим, окей. У меня стандартная отмазка, что у нас экспедиция, кэша нет. Все только дорожные чеки. Да, да, ты говоришь, давай квитанцию, ты его грузишь. Да, я говорю, дорожные чеки и кредитная карта. Давай, я говорю, квитанцию, я в банке оплачу. Он такой, чувак, квитанции нету, плати так. Я говорю, блин, у меня компания, говорю, за все платит, она не поймет, если я заплачу пиццгитанцию. Короче, договорились, за чего? Он говорит, ну ладно, я же твой друг, мы с тобой друзья. Я не хочу отбирать тебе права. Просто, говорит, ну, сделай мне приятно. Ну, типа, дай что-нибудь в подарок. Я пошел, Игорь, который улетел из Толяров, оставил нам сумку подарка, да, розовую детскую сумку через плечо такую, ну, небольшую. И в ней три журнала. Сначала я взял журнал про Россию. Ну, какой-то там, типа, календарик там с видами России, там, с них. Я приношу ему, даю. Как они впятером заржали над этим главным, я же с главным общался. Я ему дарю журнал, а эти его подчиненные как начинают ржать. Он сидит, он прям покраснел. Он такой, я у тебя отбираю права, а ты, говорит, даришь мне журнал. Короче, я помню, ты откупился двумя журналами, да? Да, в итоге, короче, в сумке лежало три журнала и вот сумка. Я отдал ему два журнала, потому что там один журнал был Forbes, я сам хотел его почитать. И отдал ему сумку. Розовую сумку отдал? Да. На этом, короче, мы договорились. Думаю, все, разошлись. Да. Вот так вот, вот такие вот у нас непутевые заметки. Подъезжаем к границе, которую проходили ночью. Это граница Сьерра-Леоне и Гвинеи и Конакри. Вот, я ж говорил, бензин по 3550 стоит. Видишь, вот здесь полдоллара, а там 6000. Не знаю, с чего это. Смотри, есть петрол, дизель и керосин. Видел? Прикольно. Вот она, граница. Сейчас пойдем ставить штампы себе в паспорт и поедем в Гвинею, в Конакри. Так, значит, проходит санитарный контроль. Вот, всех мерить температуру. Алмаш, не в Эдисон, блю, в Миллениум. 37. Заставили помыть. Началось, ребят, началось. Руки. Я грязь. Начальника заполнили бумажки. Сейчас нам поставят штамп по выезде и поедем. Вот, это главный, который нам оформлял въезд ночью за деньги. Немалые. А вы говорите, общественный транспорт, сидячие места, безопасность, ремни безопасности. Вот как ездят ребята, африканские. И парятся. Ребят, ну как не затеять ремонт моста прям посреди рабочего дня? Поехали. Короче, мы подъехали, местные парни тут же к нам подбежали и предложили, что это, поехать в объезд. Ну, сейчас посмотрим, что за объезд. Короче, парни говорят, что вот здесь надо проезжать. Через, сквозь эту реку. Красавчик! Очень, ребята, я не уверен в успехе нашего мероприятия. Ну, давайте попробуем, раз уж мы заехали сюда. Местные парни помогают нам проехать. Парни, красавцы, помогают. Вообще здорово. Красавцы! Рома! Мерс, красавчик! Мерс, красавчик! Еще, еще туда. Поехали, поехали! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Сегодня мы должны проехать тысячу километров по такой дороге Так что видео будет интересным Unreal Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok